Добрый вечер, в прямом эфире информационный канал Самара в студии Сергей Гуров. По каким принципам должна формироваться муниципальная власть в городах-миллионниках, а также какие памятники нужны Самаре, а какие не нужны. Об этом мы сегодня будем говорить с гостем студии. Это депутат Государственной Думы от Самарской области Михаил Доксерев. Добавил Михаил Владимирович. Огромное спасибо за приглашение. Приветствую, дорогих телезрителей. Всегда пожалуйста. И начнем с новинки. Новый дезодорант мужской Жариновский. Качество гарантирует. Это не реклама, а сувенир. Большое спасибо за сувенир, Михаил Владимирович. Будете пахнуть Жариновским теперь. Попробуем. Жена оценит. Может быть понравится. Хочу напомнить нашим телезрителям, что свои вопросы Михаил Владимировичу они могут задать по телефону 926-0480. Также оставить на нашем сайте, страной www.samara.ru, где уже началась онлайн-трансляция. Итак, Михаил Владимирович, я не зря сказал, что вы депутат Государственной Думы от Самарской области. Поэтому жители Самарской области, естественно, в первую часть интересуют, как вы лоббируете интерес в Самарской области. Очень просто. С трибуны Государственной Думы. То есть депутат может и выступить, и внести законопроект, и встретиться с кем-то из чиновников, и таким образом помогать родному региону. Я пока в силу возраста, и первый год только в Москве работаю. Может быть не могу с кем-то встретиться, но трибуну использую, на мой взгляд, эффективно. Последний пример. Максим Соколов, министр транспорта, правительственный час от фракции доверили мне перед ним выступать. Все время обсветил лоббированию интересов Самарской области, а именно строительству моста, мостового перехода автомобильного через реку в Волгу. Вы прекрасно знаете, что регион разделен огромной рекой. Мы единственный поволжский регион, который не имеет моста, плотина. Она на балансе у акционерного общества Росгидро. В любой момент нам могут сказать по техническим причинам, ребята, она закрывается. И что делать? Перекрывают ее частенько. Поэтому мы же видим, и губернатор у президента пробивает этот вопрос. Я с трибуны, кто-то еще где-то, и так общими усилиями, даст Бог, попробуем в бюджете эти деньги предусмотреть. По вашему мнению, мост тоже в районе Тольятти? Нужен, нужен. Может быть, в районе Октябрьска, может быть, в районе Тольятти. Это вопрос открытый. То есть здесь должны работать специалисты, логисты, потому что, ну, так вот, с бухта-барахта сказать, что он нужен там или здесь, сложно. Пассажирпоток, транспортные все. Подсчеты, просчеты должны проводиться специалистами. Но он нужен. Никто в этом не сомневается. Кроме того, вот министр Силуанов выступал по бюджету. Я тоже попросил слово от фракции. И вывел его, это, кстати, на моем сайте видео лежит, на то, что он признал, что к второму чтению федерального бюджета планируется пересмотреть субсидии на субсидирование стоимости перевозки школьников в поездах дальнего следования и школьников и студентов в пригородных поездах в электричках. Потому что федеральное министерство финансов так резко приняло решение все это дело сократить, что РЖД оказалось не готово. Выпадающие доходы и есть риск очень резкого скачка тарифов. Либо сокращение количества поездов. Либо сокращение поездов. Для Самары это важно. Вы прекрасно понимаете, что это, конечно, всей России касается, но для нас пригородный транспорт очень большое место занимает вообще в перевозках. Поэтому есть шанс, что Силуанов услышат. Итак, с трибуны пытаемся из федеральных чиновников выуживать такие высказывания, которые потом уже не дают пути назад. Будем надеяться, что и здесь они назад не пойдут. Еще одна законодательная инициатива, которая вызвала живейшее обсуждение, как минимум в городах-миллионниках российских, о отказе от выборов главы города-миллионника. Вообще об упразднении мэров и городских дум. Она может быть звучит так фантастично, но я расскажу предысторию. Мы все прекрасно знаем и живем, и вырос в Самаре, и политическую карьеру делал здесь. Что такое жить при боевых фактических действиях между мэром и губернатором? Мы знаем, Сысуев не очень, скажем так, у него отношения складывались с Титовым. Потом был Георгий Сергеевич Лиманский, который регулярно пикировался с губернатором на 5G Титовым. Потом Тархов и Титов, и Артиков его, в общем-то, не слышали, а он не слышал их. Сегодня, что будет впереди, и каковы будут отношения мэра Азарова и губернатора Меркушкина, мы тоже не можем сказать. Все мы люди, у всех разный менталитет и возраст. Поэтому народу вообще это нужно. Ведь город терял миллиарды рублей на дороге, развитие, медицину, школу и так далее, капитальное строительство. Поэтому я предложил, чтобы мэры работали в команде с губернаторами. Понятно, я делаю, это вопрос политической культуры, но когда мы к ней придем, неизвестно. Когда один всенародный избранный сможет работать с другим назначенным или всенародный избранным, нам неизвестно. Чтобы с этим покончить, я предложил местное самоуправление ввести в районах, выбирать вновь районные советы. В городских районах. В городских районах. В районные советы, глав из числа депутатов. А управление мегаполисом доверить команде губернаторов. Это не брали Самарской области. Это 12 регионов. Это и Казань, Миллионник, Ростов, Волгоград, Омск, Челябинск, Новосибирск, Масса, Красноярск. И чтобы управлял министр по управлению мегаполисом. Объединить бюджеты министра, террорица, губернатора. Назначал бы губернатор по согласованию с законодательным собранием региона. А местное самоуправление занималось тем, чем и должно. Благоустройством, своим бюджетом, разумеется. Это же местное самоуправление. Досугом, спортом и так далее. А уже вопросы масштабные, которые в смежных областях. Город ведь это большой организм. Это дороги, школы, медицина, экология и так далее. Отдать под управление государством. Тогда мы решаем все вопросы, связанные с финансированием. Второе, мы решаем вопрос, который регулярно становится предметом политического торга. А именно, столица региона Самары или нет. Но если Самара мегаполис, значит она столица. И я повторяю, у нас огромная страна. И Самара здесь не единственный пример. Поэтому вот такое предложение родилось. Его уже подписал Единоросс, депутат Госдумы Роберт Шлегель. И будут подписывать, уже просятся с автора еще депутаты. На сегодняшний день этот законопроект внесен. И скоро будет рассматриваться на комитете по местному самоуправлению. А потом пойдет в регионы и будет широчайшее обсуждение. Поэтому вот так. Если все пойдет по планам, то это рассмотрение законопроекта весенней сессии? Ну, скорее всего, уйдет на после Нового года. И если он будет принят, я хочу, чтобы тоже услышали. Дается переходный период, полгода, чтобы привести региональное законодательство в соответствие. Наш мэр, я больше чем уверен, имеет все шансы быть назначенным вице-губернатором-министром по управлению мегаполисом. Если о персоналиях, молодой, перспективный, товарищ. Поэтому ни о каких личностях не говорим. Говорим именно о технологии управления, которая страдает. Ну, вот мэра Новосибирска не очень нравится эта идея. Конечно. Хорошо. А почему именно только миллионники? Почему это не касается Тольятти, Сызрани, ну и сотен других? Я хочу обратить внимание, если Тольятти станет миллионником, а такие прогнозы тоже есть, то мы будем единственным и, наверное, последним в истории, вообще говоря, больше таких регионов нет, где будет два вице-губернатора, управляющих мегаполисами. То есть, отсечка миллион? Да, миллион. С чего миллион? Ну, это чисто математически. То есть, слишком большой, чтобы... Конечно, слишком большой, чтобы принять каждого жителя. Ведь многие поборники местного самоуправления говорят, вот Дегтярев замахнулся на святой. Ребят, мэр не может принять... Вообще, кто был последний раз на приеме у мэра? Начнем с этого. Ну, это практически нереально, просто по физическим параметрам. Заехать в любой двор, принять любого гражданина. То же самое касается депутатов. Я был депутатом городской думы с 2004 по 2007 год, вы помните. За весь созыв я принял порядка 4 тысяч человек, включая повторные приемы. При этом работал инженером, писал диссертацию. То есть, это же общественная нагрузка. Ну, как можно 30-тысячный округ, вообще говоря, закрывать? Человеку мне непонятно. Потом, мне непонятно, зачем на общественную работу в Самарскую городскую думу рвутся люди, у которых многомиллионное состояние. Это, вообще говоря, работа общественная. Еще раз повторяю, закон подразумевает, что на освобожденной основе работают только три депутата. Это закон, Су-31. Поэтому, вот, много вопросов. В райсоветы поближе к народу. Хорошо, в райсоветах мы не погрязнем там, вот, там, своими районными бюджетами, своими... Не погрязнем. Не погрязнем? Да нет, конечно. Все будет хорошо. Хорошо, посмотрим, как будет продвигаться законопроект. Будем наблюдать и информировать. Будем наблюдать, да. Опять-таки, возвращаясь к тому, что вы депутат от Самарской области. Самара крупнейший в России центр военно-промышленного производства. ВПК здесь, как не... Ну, немногие с нами могут здесь посоревноваться. И уже последние несколько лет все предприятия, которые успешно развивают, слава богу, такие есть, или которые только начали успешно развиваться вновь, говорят об одной, ну, пожалуй, чуть ли не главной проблеме, нехватка в квалифицированных кадрах. Работают либо 22-летние, либо уже кому на пенсию. Да, и средний возраст по отрасли 51 год. Да, 51 год, да. Но это, опять-таки, не 50 лет им, потому что 20 и 60. Да, или 80. Да. А что будем делать, какие здесь можно... Очень просто. Ведь мы сегодня инженеры в бюджетных вузах готовим за счет бюджета. За счет государства. Порядка 120 тысяч в год тратит государство на одного. То есть, ну, полмиллиона за практически весь период обучения. Работа в стадии и не все идут потом по специальности. В то же время государственные предприятия, тоже ЦСКБ «Прогресс» или ВАО «Кузнецов». Но мне не нравится «Кузнецов» название, хоть Николай Дмитриевич великий был человек, все-таки моторостроитель имени Кузнецова, мне больше нравится название. Это предприятие, которое входит в государственную корпорацию. ОДК, которое входит в Ростехнологии, то есть, де-факто, это тоже государственные предприятия. И они же жалуются, что к ним не идут инженеры. Ну, это вообще говоря, нонсенс. И я, как член комитета, зампредкомитета по науке и наукоемким технологиям, предложил очень простую технику. Это называется вообще техника. Это целевая контрактная подготовка. То есть, есть же предприятие, которое выходит с заказом в ВУЗ, оплачивает образование, и потом специалист 3-5 лет отрабатывает на том или ином предприятии. Ну, то же самое и здесь. Только уже на государственном уровне тройственный союз. Государство платит студенту, студент обязуется отработать на государственном предприятии хотя бы 5 лет. Вот и все. То есть, определенный такой контракт, как... Да, целевая контрактная подготовка. Был в военных училищах, например. Ну, тоже распределение можно назвать, как советское время. Здесь можно выбрать, собственно говоря, самому. Да, здесь никто руки не вяжет. И мне очень приятно, что премьер-министр поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев, встречался с нашей фракцией в начале лета и, в общем-то, одобрил. Пока устно. Вот сейчас я жду, как министр Ливанов, какой напишет отзыв на этот законопроект. Надеюсь, что хороший. Предположим, хорошо, человек проучился на инженера, а работать не пошел. Возмещает государство. Ага. То есть, эти деньги, но понятно. Но в то же время там еще прописаны и социальные гарантии. То есть, там и по ипотеке кое-какие проценты гасится. Ну, там целый пакет. И стипендия повышенные, и подъемные, и налоговые послабления. Ну, то есть, он такой сложный законопроект. Но если говорить вообще о технике, то это вот такой треугольник. Студент, государство в лице бюджета и государственное предприятие, где требуются инженеры. То есть, то, что сейчас работает в АПК в какой-то степени, в агропромышленном комплексе, с учителями более-менее. То есть, здесь условно для инженеров. Нам нужны инженеры, конечно. Это я как инженер говорю. Я понял. Есть звонок на студию. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Все аптеки в городе торгуют спиртосодержащими настойками. Вот почему бы не понять вопрос о запрете такой торговли. Прошу прощения. Торговли какой не расслышал. Спиртосодержащие настойки. А, спиртосодержащие настойки. Понятно, да. А, однозначно надо запрещать. Эта дискуссия уже идет, я не знаю, сколько. Вообще, надо начать с того, что у нас на каждой остановке стоит табачный ларек. Я просто очень много по России езжу в силу новой работы. Но это просто чудовищно, на самом деле. На каждой остановке у нас ларек, и в нем еще и продается эта настойка. Поэтому такие уже попытки предпринимались. Лобби серьезное на законодательном уровне. Но мы эту работу ведем, и я думаю, совместно с местными властями, с региональными, с этой темой надо вообще заканчивать. То есть настойки это очень... Серьезный стимул для многих и выпить, и так далее. Но по назначению их используют совершенно единицы. В основном, конечно, выпивают. Антитабачный вот сейчас законопроект в правительстве... Его, кстати, внесла фракция ЛДПР. Первый. По настойкам? Нет. По табаку? По табаку еще в апреле этого года. И нам приятно, что премьер-министр на той же волне нас поддержал и внес в Государственную Думу очень похожий документ. Мы предлагали запретить полностью рекламу, и в том числе курение во многих местах. Председатель правительства, вы видели эти кадры, предложил, правительство одобрило, уже внесло, предложил запретить курить во всех общественных местах. Мы, в принципе, с этим согласны. Мы считаем, что это проблема, но нужно очень четко понимать. Это такой чувствительный вопрос. Борьба с курением не должна превращаться в борьбу с курильщиками. То есть иногда делу даешься, как люди смешивают понятия вообще курения, вовлечения в табак, курения с тем, что люди приняли для себя решение и курят. Их начинают, в общем, трамбовать всеми возможными способами. Этого нельзя допустить. Места, где можно курить, конечно, должны быть. Плюс лицензирование, да? Конечно. Хорошо. А рекламу, с ней надо покончить раз навсегда. Потому что табачное лобби, у нее главный аргумент, что они рекламой переманивают одного курильщика от одной компании-производителя к другой. Но это чистой воды чушь. Потому что на каждом углу, когда бросивший курить человек или подросток видит рекламу, он, конечно же, испытывает тягу к этому. Но это же вообще очевидно. И не нужно здесь, в общем-то, передергивать, как любят табачники делать, на самом деле. Хорошо. Еще тему образовательную мы частично уже затронули. В продолжении нее, в поправке закону об образовании, о введении школьной формы. Так точно. Первые подняли вопрос. Единое, как в Советском Союзе? Единого образца? Нет. Ну, смотрите, вот здесь нужно тоже понимать. Меня тут один гражданин... А то вот в армии вели не очень. Один гражданин в Твиттере обвинил в плагиате. Ну, Дегтярев внес поправку о школьной форме единой после того, как президент сказал. Но он не был или не смотрел заседание Государственной Думы, когда Ливанов, министр Дмитрий Ливанов, представлял законопроект об образовании. Фракция ЛДПР единственная, трижды ему в лоб задавала вопрос. Давайте вводить школьную форму. Есть что-то об этом? Он увиливал и в конце концов договорился до того, что вчера поддержал идею и заявил на всю страну. Можете посмотреть его выступление в СМИ, что формат должен быть един во всей стране, и он должен утверждаться именно правительством России. Так вот, потом высказался президент. Но он, как гарант к институции, не может, наверное, занимать такую диаметральную какую-то позицию. Он сказал, нужно думать, думайте, товарищи. Это тоже, кстати, хороший сигнал. Все начали думать. Но пока все думали, лично я внес поправку в закон об образовании, согласно которому форму, эскизы формы, вариативные, много разных вариантов принимает правительство России. Ее уже подписал эту поправку как соавтор Ольга Казакова, депутат Госдумы от Единой России, от Ставропольского края, еще ряд коллег. То есть она превратилась из моей в такую уже объемную, и как бы на Комитете по образованию не удастся ее сразу отвергнуть. Я думаю, может быть, даже есть большие шансы, что она будет принята. В чем суть? Но она очень простая. Мы говорим, что правительство России своим постановлением утверждает единые эскизы в зависимости от климатических зон. Понятно, что есть Юг, понятно, что есть Ямал, Якутия и другие. Северные регионы или несколько вариантов для младших классов, средних, старшеклассников. И уже рынок регулирует, каким образом родители будут иметь возможность приобрести форму. Или пошить в ателье, или есть мамы, которые прекрасно занимаются рукоделием. Никто не мешает самому сшить форму. Но главное, чтобы она была единой. Был эскиз, который утвержден единый на всю страну. Для малоимущих в этой поправке, а малоимущими считают, если средний душевой доход меньше прожиточного минимума в том или ином регионе, предусматривается ежегодное обновление за счет бюджета покупкой этой формы. Ну, таких семей не так много, но они есть. И о них, конечно, нужно тоже заботиться. А аргументы некоторых товарищей о том, что вот опять на плечи родителей хотят повесить форму. Ребят, но это говорят только те, кто детей в школу не собирал. Сегодня родители тратят огромные деньги просто на одежду, на регулярное ее обновление, на фактическое соревнование в школах, у кого круче, у кого более модные торговые лейблы нарисованы. Чем дороже, тем лучше. И вот, чтобы исключить социальное неравенство, в том числе и в школах, направлены это инициативы. Ну, а есть еще, например, межрелигиозный вопрос. Вот как с этим быть? Очень просто. Принять единую форму, и все. И этот вопрос сам собой отпадает. Не будут они ходить в школу, и все? Ну, это их право. Я сочувствую родителям, которые из-за того, чтобы носить хиджаб или какие-то другие элементы национальной одежды, будут держать своих детей дома. Но это не от большой культуры, на самом деле. Школы все-таки светское учреждение. И почему правительство России, а не регионы? Потому что некоторые регионы, они ведь все-таки у нас национальные, к сожалению. Я как член фракции ЛДПР считаю, что вообще не должно быть национальных регионов, только географические. И есть риски, что кто-то из региональных руководителей примет какие-то национальные элементы в школьной форме. Это вызовет опять какие-то, знаете, проявления нетерпимости, возможно, конфликта. Нам это зачем в России? Россия огромная страна. Понятна позиция. Есть звонок у нас? Алло, добрый вечер. Алло. Михаил. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я вот сейчас смотрю вашу передачу, да, и я смотрю, вот у вас есть такое предложение, чтобы студенты там какой-то контракт подписывали еще что-то там с авиационным институтом, либо с теми предприятиями, которые в этой области работают. А вам не кажется, что уже Россия через это в советское время проходила? И очень неплохо. Когда студенты, качая институт, должны были отработать, хотя было образование бесплатное, я подчеркиваю, должны были отработать в течение пяти лет по своей специальности. И я считаю, что это было очень неплохо. Ну, собственно, об этом речь идет, да. Когда было образование бесплатное, а не такое, как сейчас. Собственно, об этом речь идет, да, спасибо за звонок. Я, с вами, абсолютно согласен, это как раз и есть то, что и предлагается в моем законопроекте отработать 3-5 лет по специальности на государственном предприятии, именно на государственном. Единственное, что, как я понял, речь не идет о том, чтобы из Самары на Сахалин уехать. Ну, почему? Право такое есть. Нет, ну, в смысле, в принудительном порядке. В принудительном нет, такого распределения не будет. То есть человек пусть по профессии выберет сам. Идет на государственное предприятие. В основном это ОПК, ракетно-космическая отрасль и так далее. Хорошо. Недавно в Самарской области, вот буквально несколько недель назад, было принято решение о, скажем так, расширении программ материнского капитала. Браво губернатору Николаю Ивановичу Меркушеву. Да, да. Более 7 тысяч рублей в месяц за третьего и следующего. Для тех, у кого суммарный доход меньше 100 тысяч. Да, среднепрожидочного. Вы пошли еще дальше. Вы предлагаете помочь и матерям, и семьям, которые первого ребенка рожат. Да, но надо понимать, что мы говорим сейчас о ежемесячном пособии за третьего ребенка. И аплодируем губернатору Меркушкину. Это прекрасная идея. И надеемся, что дальше не остановится. Он, как главный руководитель в регионе, из-за второго начнут потихоньку повышать. Хотя наше мнение, что надо вообще за любого ребенка материнское пособие по уходу за ребенком поднимать до прожиточного минимума. Ну вот установить такую планку. Ну даст Бог, мы к ней придем. Я же предложил введение материнского капитала за рождение первого ребенка. Я в этой же студии обещал это, когда шел на выборах, что буду этим вопросом заниматься, пробивать его. Внес в Государственную Думу, сразу же появились соавторы, всех их я пригласил. И 19 ноября на заседание Госдумы будет этот вопрос рассматриваться. Отношение, конечно, двоякое к нему. В первую очередь у правительства, которое всегда говорит, что нет денег. Нет денег. Размер такой же, как у материнского капитала. Нет, я предложил начать хотя бы со 100 тысяч. Хотя бы. Многие говорят, малые. Я говорю, ребят, давайте мы вообще эту брешь пробьем в отношении к родителям. Другие говорят, что это противоречит концепции закона, который дает материнский капитал за второго ребенка. Ну, конечно, противоречит, потому что концепции за второго прописаны. Так я и предлагаю изменить концепцию, вообще подход. Поэтому мы посмотрим, как будет проходить обсуждение. Мое ощущение, что его отклонят, но, по крайней мере, мы эту тему выносим на самый высокий уровень. Ну, мы страна, которая добывает углеводороды. Почему в других государствах, особенно мы знаем Персидского залива, за ребенка граждане получают сразу на депозит энную сумму, как правило, в десятках тысяч американских долларов, а мы за первого ребенка ничего не получаем, я имею в виду, соотечественников, и только лишь разводим перед нами правительство руками. Я с этим не согласен в корне. Каждый гражданин новый России должен получать какую-то сумму хотя бы. Вот предложил 100 тысяч, пробить брешь. Посмотрим. Еще один звонок у нас есть. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Николаевна меня зовут. Здравствуйте. Я живу, вы знаете, на Владимирской, Пензенской. Бывшая учительница, она сейчас на пенсии. У нас в нашем вот районе небольшой рыночек есть. Извините, что я возвращаюсь к этим вопросам вот по ларькам. У нас на территории рынка три ларька пивных. Ведь вот говорили, что когда-то их будут сносить, чуть ли не к Новому году. И еще один вопрос. Набережной сказали, что освободят от ларьков. У меня подруга живет, Горького, Льва Толстого, в самом низу. Вот там есть стоянка для машин. Так пивной ларек стоит прямо на территории стоянки. Он напротив набережной. Я его слышу. Против, вот прямо через дорогу, около набережной. Вы понимаете, ну это вот просто ни в какие вороты. Лариса Николаевна, я... Вот тут вопрос этот решался или нет? Мы услышали вас, спасибо, да. Могу сразу сказать, это вопрос реально местного значения. Я считаю, что это реально импотенция власти. Ну когда уже третье лицо, мы знаем государство, Валентина Ивановна Матвиенко, вот на этом же, собственно, стуле обращала внимание общественность и администрации Самары на это. Это, вообще говоря, очень неприятно. Это ужасно. Поэтому, что мешает, в общем-то, администрации вместе с Минимуществом региональным, а там и Минимущество, в том числе, насколько я знаю, технологию согласования замешанного в этом деле и согласовывает прежнего правительства. Мне не ясно. Ну должна быть политическая воля. Вот я в этом смысле очень уважаю Георгия Сергеевича Лиманского. Хотя я, когда он был мэром, с ним воевал в городской думе. Мы там, в общем-то, по разным причинам политические баталии устраивали. Ну вот он мог взять кулаком, шарахнуть по столу и нету или ларьков, или рынка на стадионе Волга, да? Или на том же Буревестнике, который потом профсоюзу продали. Ну вот на нынешней власти этого нет, и это очень печально. Или слишком... Так законодательная там судебная перспектива, достаточно долгая история. Так самое интересное, что вот малые предприниматели, как они себя называют, в том числе пивные ларьки, вот эти табачные, они даже до меня доходили. То есть они во все возможные стучатся двери власти, чтобы их защитили. То есть вот на нас там накатывают кто-то или из министерства, или откуда-то. Ну вот нам рабочие места надо сохранять. Мы малый бизнес. Да, малый бизнес. Но малому бизнесу рознь. Инноваций нет у них? Никаких инноваций. Нет, ну они, может, говорят, инноваций нет. И нанотехнологий никаких. Нанотехнологии в пивоваренье еще не изобрели в торговле. Хорошо, еще, скажем так, одна народная инициатива во времена борьбы с террористической угрозой в аэропортах значительно ужесточили правила проведения. И, соответственно, время занимает больше. И, соответственно, завершение регистрации. Вы предлагаете это время сократить? Конечно. Я сократить предложил, опять же, министру транспорта, Соколову время регистрации на рейс для тех, кто идет без багажа. Но мы же понимаем, очень многие граждане, пассажиры едут без чемоданов. А они вынуждены за 40 минут приезжать в аэропорт, нервничать. И таким образом создавать пробки какие-то и так далее. Это по всей стране. И предложил, ну для тех, кто без багажа, давайте сократим время. 30 минут, почему нет? Сейчас вот жду ответ, что скажет министр. Но это на основе и собственного опыта, и обращения многих граждан. Это никаким образом с безопасностью не связано. Ну, собственно, да. Если багажа нет, чего полтора часа человека досматривать? 30 минут, приехал, прошел и пошел сразу на посадку. Я поддерживаю вашу инициативу. Спасибо. Хорошо. Еще одна инициатива, самарская ноу-хау, которая давно зрела. Памятники в городе киногероям. 9 числа первый памятник должен быть открыт на Комсомольской площади, уже до вокзала Юрию Деточкину. Вам, я так понял, что Юрий Деточкин не нравится? Он мне очень нравится как киногерой. Но я сначала думал, что это шутка. У меня тут одно издание. Я выступил с резкой критикой и вообще противник установки памятника. Памятник Юрию Деточкину к Комсомольской площади. Это вообще, говоря, перед железнодорожным вокзалом. То есть, что, приехав в Самару, видит гражданин на тот же чемпионат мира 2018? Юрий Деточкин спрашивает, ребята, а где князь Засекин, основатель Самары? А где семья Аксаковых? Это губернатор Григорий Аксаков и его отец Сергей, автор сказки «Оленький цветочек». Где Петр Алабин? Где Дмитрий Ильич Козлов? То есть, они видят Деточкина, потом едут к ракете, смотрят это убожество пластиковое. Космопупс, как его окрестил народ, космонавта стилизованного. Едут на стадион и уезжают, как мне кажется, совершенно не поняв соли Самарской земли. Поэтому я предложил Деточкину, если уж так кому-то свербит, его установить около кинотеатра, или художественной, или у нас масса других кинотеатров. Но никак не на Комсомольской площади. А лучше его вообще установить на даче того же юбиляра, глубоко мной уважаемого Ильдара Рязанова. Ему его просто подарить. И заняться реальным увековечением памяти самарских героев, земляков наших. У нас масса героев Советского Союза. Георгий Губанов, защитник Ленинграда, герой Советского Союза. Агибалов, улица в честь него названа, ему нет памятника. Повторяю, Дмитрий Ильич Козлов, да кто угодно. Ну, причем тут Деточкин. Ну, он хороший, наверное, киногерой. Помогал детишкам. Ну, он, вообще говоря, если с правовой точки зрения смотреть, занимался правовым нигилизмом. Угонял автомобили без суда и следствия, назначая человека там... Ну, в хороших же целях. В хороших целях. То есть, с юридической точки зрения, я считаю, это неправильно, неуместно. И что я, как отец, своему сыну буду говорить? Кто это папа? Ну, скажу, Юрий Деточкин, он помогал детям, очень их любил. А где, опять же, исторические корни наши? Ну, в общем, не с того начали, скажу прямо. То есть, не против Деточкина, но надо начинать с другого. Ну, конечно, и начинать надо с другого. И Деточкина ставить, ну, совсем не на Комсомольской площади. Ну, кинотеатр, он киногерой, ну, пожалуйста. Хорошо. Масса мест. Позиция понятна. Еще один законопроект, про табак уже поговорили, частично его тоже затронули. Жидкости эти, да, дезинфицирующие. Пьянка за рулем. Достаточно суровые вот сейчас меры, по вашему мнению? Какие должны быть? Насколько они должны быть суровыми? Ну, мне кажется, во-первых, сейчас вообще каша в информационном плане. Замешивают всех. И тех, кто выпивает, за рулем едет. И тех, кто выпивает, совершает ДТП. И тех, кто ездит без прав. То есть, вот такая какая-то каша. Я считаю, первое, с чего надо начать, надо разрешить, ну, повысить допустимую дозу промилле в крови. Потому что прекрасно мы понимаем, кто-то выпивает лекарства, употребляет. У кого-то организм сам вырабатывает алкоголь. Это вообще доказанный медицинский факт. То есть, европейскую практику вернуть? Обязательно вернуть. Это первое. Чтобы исключить любые коррупционные составляющие на дорогах. Второе. Заняться даже не теми, кто выпивает за рулем, а теми, кто без прав садится за рулем. Ведь это же основная проблема. Наказать сегодня по закону того человека, который лишен за пьянку и сел за руль, ну, практически невозможно. Максимум, что ему грозит, 15 суток. Потом он их отбыл, опять идет, садится и калечит кого-то. Поэтому нужно вот с этого начинать. Если ты рецидивист, сел за руль без прав, уже лишенный, я считаю, это сразу должна наступать уголовная ответственность. И на эту тему законопроекты наша фракция внесла в Государственную Думу. Это реально угроза убийствам окружающим. То есть, человек сознательно идет на грубейшее нарушение, садится за средства повышенной опасности. И третья часть, это именно те, кто выпивает за рулем. Но здесь, конечно, нужно пожестче, но перегибать тоже нельзя. Как правило, те, кто выпивает за рулем, они все уже лишены прав. И вот нужно обратить именно внимание на тех, кто садится вообще без прав за руль. Трезвый ли он или после употребления спиртосодержащей какой-то продукции. Вот здесь вообще пробел. Его нужно исполнять. Насколько большими могут быть сроки заключения? Ну, мне кажется, минимум год. Но если ты попался, лишенный прав за рулем, на год, будь любезен за решетку. Мы всегда говорим, что тюрьмы переполнены и так далее. А потом смотрим с ужасом эти сюжеты с покалеченными детьми. И самое главное, семья и окружающие. Ведь они, я имею в виду, домочадцы должны понимать, если отец, брат, сын, жена, кто угодно без прав садится за руль, или тем более под градусом, они должны понимать, что он уехал не на полчасика в магазин, а на 3-5 лет в места не столь отдаленные. Потому что очень важно позиции близких. Я не понимаю, например, если со мной за столом на какой-то вечеринке человек, если после употребления каких-то там напитков крепких пытается сесть за руль, я никогда не допущу, чтобы он поехал. Ну, как близкий друг там или родственник. И я думаю, вот здесь нужно понимать, что он уедет за решетку. И близкие должны останавливать. Всех призываю. В полицию позвоните? Удалось физически его связать? Вырвался? Если вырвался, сделаю все, чтобы он далеко не уехал без полиции. Хорошо. Еще один звонок у нас есть, наверное, последний на сегодня. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я как бы звоню инкогнито, опасаюсь немного за свою жизнь. Я хотел бы вас попросить, не сможет ли, не знаю, из Москвы или Казани, откуда, отреагировать на то, что знаю именно место, где продается водка, не водка. В общем, левый алкоголь в классических бутылках, закрученный круглые сутки. Где? 24 часа в сутки. Это, значит, рынок 22-й портьер. Вот. Тут стоит прямо в рынке около остановки. Это в районе Победы, да, рынок? Да, прямо где машина, полуторка стоит. Ага, понятно. Да, тут прямо стоит, значит, киоск 24 часа в сутки. Можно в любое время подойти и взять вот эту водку или не водку, что это. Это известно, откуда кто это поставляет. Это вот это через дорогу кафе двухэтажное азербайджанское. Это все идут оттуда. Несколько лет вот туда эту водку поставляют, и оттуда идет вот эта водка. И прямо в открытую продают? В открытую продают. Можно подойти и купить 24 часа в сутки. Уже лет, наверное, 7 вот эта штука. Спасибо за сигнал. Обязательно с правоохранителями мы этот адрес отработаем. Я вам скажу, что это, конечно... Ну вот если они 7 лет торгуют, то, наверное, что-то правоохранители здесь недосмотрели, наверное. Я думаю, что это или правоохранители недосмотрели, или, может быть, местные там власть. Но у нас и правоохранители, надо понимать, есть разные. Есть и ГУВД, есть и прокуратура, есть и следственный комитет, есть и госнаркоконтроль. Но мы найдем управу на этих ребят, это я могу сказать точно. Вообще, насколько большой поток обращений к вам идет теперь уже как к депутату Государственной Думы? Много, конечно. И не только из Самары. Люди видят активность в интернете. В Самаре по-прежнему работают все партийные приемные по тем же адресам Академика Павлова, 35. Все те же телефоны, что и во время выборов были. Открыта новая приемная на Карла Маркса. Пересечение с проспекта Кирова. В моем сайте точные адреса, телефоны. Скажу честно, я живу в Самаре, работаю в Москве. То есть, это мое позиционирование, оно совершенно четкое. Я патриот родного города, моя семья здесь. И по долгой службе работаю в Москве. Но живу здесь. Со всеми проблемами, которые в городе есть, знакомы. Обращайтесь, будем всем помогать. И еще есть фракции в губернанской думе. Благодаря вам, дорогие телезрители, избраны 4 депутата. Михаил Владимирович Белоусов, Михаил Викторович Усов, Ренат Адресович Ягодин и Виктор Михайлович Попов. Готовы помочь? Конечно. В их приемные тоже обращайтесь. Вся информация в интернете есть. Спасибо. К сожалению, время уже наше истекло в эфире. Большое спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, на звонки наших телезрителей. Всего вам доброго, успехов. Спасибо, спасибо. До свидания.